Добрый вечер! На канале БУК-ТВ большие итоговые новости. В студии Анастасия Мелешкевич. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главные темы сегодняшней программы. Система особых отношений Минска и Москвы в Днебрестской области проходит в рамках международной выставки форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Тепло и вера в лучшее для каждого ребенка – еще одна, но уже давняя традиция в Беларуси. В рамках акции «Наши дети» представительницы городской организации Белорусского союза «Женщин» организовали для детей большой красивый праздник. Брест может спать спокойно. В домах всегда будет тепло и уютно. О работе Брестской теплоцентрали и городских котельных – все и не только. В эфире программа «Итоги недели» и мы начинаем. Дни Брестской области проходят в рамках международной выставки форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Беларусь – единственная страна, которая представляет свои успехи на выставке достижений народного хозяйства наравне со всеми регионами России. Брещина стала первым белорусским регионом, который представил масштабную экспозицию на выставке-форуме. До 29 января на ВДНХ будут демонстрироваться материалы, рассказывающие обо всем лучшем, что есть на Брещине. Сегодня открывается новая традиция, не просто российско-белорусская, а традиция в подтверждении нашей совместной истории. Здесь на легендарной выставке ВДНХ, павильоне, которому десятки и десятки лет, павильоне Республики Беларусь, начинается презентация всех регионов Беларуси, города Минска в дни, когда все 89 российских субъектов представлены своими потенциалами, достижениями, планами. И вот это единение, единство подходов, единство замыслов Владимира Владимировича Путина и Александр Григорьевича Лукашенко еще раз подтверждает ту систему особых отношений, о которой мы говорим порой с огромным восхищением, уважением, порой говорим очень деловито, порой, вот вы иногда спрашиваете у меня, спорим или не спорим, и будем спорить, наверное, по несодержательным, а по технологическим вопросам. Но это все воедину упрочивает фундамент системы наших отношений. В то ли сложное время, беспрецедентного давления, но вы видите, что и промышленный потенциал российских субъектов, и белорусских, показывают ответом на это давление инновации, поиск, смекалку, научное и технологическое творчество и ответ убежденности и уверенности в дне нынешнем и вне завтрашнем. В торжественном мероприятии открытия приняли участие госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев, чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, губернатор Брестской области Юрий Шулейко. Гости форума смогли познакомиться с экономическим, промышленным, культурным и туристическим потенциалом области, национальными традициями. Председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко, открывая экспозицию, отметил, что первый регион – это область, которая славится сельским хозяйством, промышленностью, людьми и традициями. Он подробно рассказал об истории Брещины, природных объектах, а также о производимой продукции. По его словам, область производит 75% от общего выпуска в Беларуси рыбы и морепродуктов, 33% – колбасных изделий, 50% – керамической плитки, 95% – газовых плит и многое другое. Брестская область, конечно, им сложнее всего, объективно. Новогодние рождественские праздники, никто не работает, очень сложно взаимодействовать с партнерами, но у них все получилось. День, ночь – они большие молодцы, потому что очень ответственно, на самом деле, отнеслись к этому заданию. Задача очень простая – показать все лучшее, что есть в регионе. Губернатор правильно, вот в кулуарах мы с ним пообщались, говорит, Брестская область в России, конечно, ассоциируется Брестская крепость, Беловежская пуща. Определенная цель – это разрушить этот стереотип и показать, что область гораздо многограннее, гораздо интереснее. И вот те российские представители, которые были, они, побывав во многих городах, там, от Пинска, Жабинки и всех остальных Брестской области, говорят, да там просто каждый город, ну, уникальный сгусток истории, современности, вообще какой-то непохожести. Это уникальная площадка, на самом деле, для завязывания вот этих связей, не только экономических. Это приоритет, это важно. И вот Брест сегодня, вот он мне сказал, что уже появилось в рамках свободно-экономической зоны четыре новых предложения по российским инвестициям туда. Вот, это культурные связи, это гуманитарные связи. Это 80-летие освобождения Беларуси, как бы вот, ну, россияне услышали, говорят, все, хотим поучаствовать, давайте какие-то всевозможные активности, тем более с Брестом. На три года, на проекты, их 11 направлений, 11 объектов, на год 24, 25 и 26 выделено 496 миллионов рублей. Еще раз подчеркиваю, для нас это важнейший, приоритетный, мы не можем сказать, что это гуманитарный проект, это проект наших душ и сердец. И понятно, что привлечены искусствоведы, привлечены реставраторы, привлечены специалисты самой высокой квалификации. Но также мы хотим определить свое место и свою роль в становлении того Центра патриотического воспитания, который по предложению и замыслу Александра Юрьевича Лукашенко будет создаваться на Кобринских рубежах. Мы бы видели возможность своего вклада в становлении ядра этого интерактивного центра. Гости выставки смогли посмотреть отдельные стенды, посвященные национальному парку «Беловежская пуща», мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой», свободной экономической зоне «Брест», спортивно-туристическую и сельскохозяйственную локации, достижения Брестского научно-технологического парка. Кроме того, для москвичей и гостей российской столицы организованы выступления творческих коллективов, мастер-классы по соломоплетению и деревообработке, дегустации и другие активности. Герой России, генеральный директор Ассамблеи народов России, уроженец Брестской области Александр Даркович принял участие как почетный гость и выдающийся белорус. Он вручил главе Первого региона Беларуси Юрию Шулейко реплику вышитой карты России, символ выставки форума «Россия». В соответствии с решением президента Беларуси Александра Лукашенко, до 3 июля дня независимости Республики Беларусь и 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков в белорусском павильоне будут проведены презентации всех областей Беларуси. Милосердие, добродетель, любовь. Никто не оспорит тот факт, что эти слова относятся прежде всего к женщинам. Одна дама – это сила. Когда собираются вместе не одна, а тысячи брещанок, эту силу можно умножить в несколько раз. Брестский союз женщин, его представительницы, творят большие дела. И это не удивляет. Ведь когда за дело берется так называемый «слабый пол», дела получаются весьма сильные. Но самое главное у представительниц этой женской организации среди многих основная задача – помощь детям, нуждающимся в лечении вследствие тяжелых недугов, многодетным семьям, сиротам. Чудеса случаются, и это действительно верное утверждение. В атмосферу домашнего тепла и праздничного настроения окунулись и наши корреспонденты, побывав на акции «Наши дети» в кафе «Ташкент». Улыбки на детских лицах, восторг в глазах и вера в добро – это самые теплые моменты новогодней акции, которая уже более 10 лет проходит накануне Старого Нового Года в кафе «Ташкент» под эгидой городской организации Белорусского союза «Женщин». Ведь в эти праздничные дни нет ничего важнее, чем исполнение заветных детских желаний. Я пожелала себе счастья, здоровья, любви, любви к близкам и много всего еще. Самый главный подарок, который принес тебе Дед Мороз, это какой? Любовь. Что ты хочешь получить в этот праздник? Бери. Подарки. А какие? Любые. А самое главное желание твое какое? Чтобы мама не болела. Я буду желать счастья, здоровья, гармонии и много-много близких друзей, хороших людей рядом, солнца в глазах и света. В жизни каждого человека есть три возраста, когда он верит в Деда Мороза, когда он не верит в Деда Мороза и когда он сам главный новогодний волшебник. Вот это дракоша! Три головы! Вот это да! И в эти праздничные дни каждый может стать Дедом Морозом и подарить немного волшебства тем, кто, несмотря на жизненные трудности и невзгоды, все еще ждет чуда и верит в сказку. Это глубокое убеждение представительниц Брестской городской организации Белорусского союза женщин, которые уже более 10 лет проводят эту акцию. Акцию для особенных деток, для ребят из многодетных семей. В этом году порядка 100 мальчишек и девчонок, а также их родители, собрались в кафе «Ташкент» на большой праздник. Без сказочных героев и сладких подарков, конечно же, не обошлось. В городе Бресте много неравнодушных людей, и по традиции «Ташкент» сами уже предлагают нам провести этот праздник в этом замечательном месте. Нужно отдать должное, что руководители сами сопереживают этим детям-инвалидам, у которых такая судьба. И в это сложное время для них подарок, красивые представления, замечательный Дед Мороз, игры, «Май Бэби», которые умеют организовать все это, и, конечно же, Брестская нотариальная палата, которая не упустит возможности оказать им помощь в виде больших новогодних подарков. Я однозначно уверена, что в городе Бресте таких людей еще много найдется. Для нас, для Белорусского союза женщин, эти дети, эти семьи стали родными. Мы как большая, хорошая семья. И нам так приятно им сделать такое, пусть маленькое, для наших взглядов, но для них это важно. Мы уже настолько эту акцию стали делать, такой традиционной, что мы ее ждем. Наверное, ждем больше, чем ждут эти дети, потому что мы радуемся встрече с ними. Мы их обнимаем, мы их балуем, мы им делаем приятные моменты, приятные сюрпризы, чтобы приукрасить эту жизнь. Очень нужны и внимание, и заботы особенным. Деткам и их родителям. Им важно понимать, что они не забыты, что они не один на один со своей бедой. И есть в Бресте люди, которые стараются сделать так, чтобы у них было праздничное настроение, подарки и вера в добро. Ведь чужих детей не бывает. Мы ориентируем нотариусов на то, что если они видят, что кто-то рядом нуждается в помощи, то, конечно, мы эту помощь можем оказать. Но, тем не менее, именно организация людей, которым нужна наша помощь, именно этим занимается Белорусский Союз Женщин. И поэтому мы очень рады участвовать во всех этих мероприятиях. Но и помимо этих мероприятий мы, конечно же, проводим свои. Мы, конечно же, помогаем и в регионах, семьям, у которых маленькие дети, семьям с детьми-инвалидами. Ну и, в общем-то, всем, кто нуждается в нашей помощи. И мы этих людей, когда видим, когда мы можем им чем-то помочь. Мы прям целый год ждем, чтобы опять встретиться с этими детками, подарить свое тепло, свой свет, что можем. Поэтому мы очень рады вас видеть, этих деток, видеть, как они растут. Мы не первый год это проводим, и они на глазах у нас растут. Поэтому мы очень рады встрече опять в очередной раз в этом году. Мы желаем, конечно же, им огромного здоровья, большой любви в семьях и родителям, конечно, огромное здоровье, огромную любовь, огромный свет и мира, добра, конечно же, в каждую семью. В эти праздничные дни так хочется, чтобы все мы переменили скорбь на радость, чтобы стали добрее, мудрее, проще, примирились с ближними и отступили хотя бы на время от житейской суеты и озарились светом любви и милосердия. Ведь оно, милосердие, чрезмерным не бывает. Обрестская городская организация в эти рождественские дни понимает, что добро всегда победит зло. И однозначно мы с вами войдем в Новый год сильными, уверенными, крепкими и дружелюбными. Дариса Осмолович, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович для программы «Итоги недели». И еще об одном марафоне добрых дел. Республиканская акция для пожилых людей от всей души охватывает все больше брещан в едином порыве добра, милосердия и человеколюбия. Так, в рамках благотворительного марафона начальник Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Корнелюк, совместно с Белорусским Добровольным пожарным обществом и юными спасателями из военно-патриотического клуба «Зубр» средней школы номер 16 города Бреста имени героя Советского Союза Карасева пришли в гости к ветерану педагогического труда Валентину Шейко. Участие в акции для начальника Брестского МЧС очень личный момент, ведь Валентин Владимирович был его учителем и преподавал ему физику. Республиканская благотворительная акция «От всей души» — это в первую очередь внимание и забота к старшему поколению, а еще это прекрасная возможность подарить частичку тепла и добра пожилым людям. В рамках республиканской благотворительной акции «От всей души» работники городского отдела по чрезвычайным ситуациям посещают жилища ветерана педагогического труда Валентина Владимировича Шейко. За свои годы работаю в средней школе номер 16, которая сегодня носит почетное имя героя Советского Союза Андрея Марковича Карасева. Через уроки Валентина Владимировича прошло не одно поколение ребят и девчонок. В том числе и я когда-то обучался за школьной партой и впитывал физику под руководством этого отличного преподавателя. Сегодня мы, посещая его жилище, хотим обратить внимание на какие-то жилищные, бытовые, повседневные вопросы. Валентин Владимирович Шейко — ветеран педагогического труда и первоклассный учитель физики и астрономии. В системе образования мужчина проработал 44 года с 1975 по 2019 год. Я хочу поблагодарить вас за внимание, за подарки, поблагодарить сердечно, что вы не забыли старого ветерана педагогической работы и пожелать вам всем здоровья, счастья и в первую очередь в мире. Будет мир, будет все хорошо, не будет плохо. Такой визит сотрудников МЧС — это еще и профилактическая деятельность. Ведь в области зафиксировано увеличение количества пожаров. В ходе посещения ветерана был установлен автономный пожарный извещатель. Гости проверили противопожарное состояние дома ветерана и напомнили ему о правилах безопасности, которые следует соблюдать, чтобы уберечь себя от беды и оказали посильную помощь. За только 9 суток наступившего Нового года на территории Республики Беларусь от пожаров погибло 40 человек. Сегодня работники МЧС ориентированы на усиление проведения профилактической работы в жилищах граждан, в том числе одиноких, одиноко пожилых граждан, граждан, в семьях которых воспитываются дети. Посещая жилище Валентина Владимировича, мы хотим также обратить внимание на обеспечение безопасных условий проживания. Наши коллеги из Добровольного пожарного общества любезно согласились предоставить автономный пожарный извещатель для установки в жилище В знак признательности пенсионеру за его многолетний труд гости вручили ему подарки и профилактические буклеты, которые будут полезны как для пожилого человека, так и для его детей и внуков. Василий Напуцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Итоги недели. Вы смотрите программу Итоги недели. Говорим об актуальном. Стоит ли говорить, как ценно в промозглое холодное время тепло радиаторов в квартирах и домах? Думаю, каждый рад прильнуть к алюминиевой или стальной конструкции как к лучшей подруге после долгой зимней прогулки. Кажется, даже душу греют эти теплые прямоугольники. Обеспечивают комфорт горожан в осенне-зимний период в круглосуточном режиме Брестская ТЭЦ и котельные города над Бугом. На теплоэлектроцентрале трудится более 500 специалистов от оперативного и ремонтного до административно-технического персонала. Все для того, чтобы тепло и электроэнергия поступали в наши дома бесперебойно. Как сегодня в зимний период налажена работа и какие меры предосторожности принимают в сильные морозы, вы узнаете из следующего материала программы. Всегда приятно в морозный зимний вечер, переступив порог своей квартиры, окунуться в уютное тепло домашнего очага, принять горячую ванну, выпить чашечку кофе. Но совсем немногие брещане задумываются, что за таким комфортом стоит нелегкая, ежечасная, слаженная, ответственная, на первый взгляд, незаметная, но невероятно важная работа коллектива профессионалов брестских тепловых сетей. Сегодня филиал «Брестские тепловые сети» республиканское унитарное предприятие «Брестэнерго» полностью обеспечивает теплом и горячей водой все микрорайоны областного центра южнее железной дороги Брест-Минск. Брестские тепловые сети энергоэффективные современные предприятия, которые входят в состав «Брестэнерго» и снабжают потребителей города Бреста тепловой и электрической энергией. Значит, основные мероприятия по подготовку к отопительному сезону у нас проводятся в межотопительный период. Значит, в этот период мы проводим такие работы, как техническое обслуживание, ремонт, замена оборудования, трубопроводов на теплоисточниках и на тепловых сетях. Значит, в 2023 году была проведена реконструкция тепловых сетей, что составило порядка 400 метров. Также были проведены работы по ремонту тепловых сетей в традиционном исполнении, где были заменены порядка трех километров сетей. Брестская теплоэлектроцентраль – мощный производственно-энергетический комплекс на проспекте Маширова между улицей Ленина и Брестской крепостью, над которым возвышается внушительных размеров труба. Восточные районные котельные номер один и номер два, Южная районная котельная также разветвленная тепловая сеть общей протяженностью более 350 километров. Нужно сказать, что система трубопроводов закольцована таким образом, что один теплоисточник легко может подменить другой в случае надобности. А мощности всех котельных достаточно, чтобы обеспечить теплоснабжение и подогрев горячей воды даже в случае затяжных и сильных морозов. Сейчас на территории ТЭЦ высокая температура не только воды, здесь кипит работа. Зимой включен практически полный состав оборудования по сравнению с межотопительным периодом. Если смотреть отличия работы в зимний период и летний, как бы существенных отличий нет. Единственное, что при понижении температуры наружного воздуха уделяется особое внимание. То есть проводится инструктаж всему оперативному и ремонтному персоналу. Ведется усиленный контроль за маслонаполненным оборудованием. Учащается периодичность проверки оборудования оперативным персоналом. А также проводится ежедневный контроль и проверка тепломагистралей персоналом районно-тепловых сетей, где особое внимание уделяется дренажам и воздушникам. В филиале для этого создан необходимый запас материальных ресурсов. Также сформирована аварийно-восстановительная бригада тепловых сетей, которые укомплектованы всем необходимым. И вот эти данные мероприятия позволяют нам уверенно входить в отопительный сезон, не отклоняться от утвержденного температурного графика и осуществлять надежное теплоснабжение наших потребителей города Бреста. Когда за окном все укутано белым покрывалом, а столбик термометра стремительно ползет вниз, отопление, которое приносит тепло и уют в дома – настоящее спасение от зимних холодов, а значит и лучшее лекарство от хандры. Вот только если в доме нет печи отопительного котла, то с этой задачей справляются котельные. Новая котельная на Граевке в Бресте на местных видах топлива, которая год назад появилась, уже успела стать самой мощной в городе. Сегодня она обогревает порядка 59-этажных многоквартирных домов. Эту котельную год назад возвели под строящийся новый микрорайон города. Эта котельная новая, свежепостроенная, построена год назад. Она предназначена для обеспечения системы отопления, системы горячего водоснабжения района Граевки и нового построившегося района по улице лейтенанта Рябцева. Мощность данной котельной 12 мегаватт, то есть стоят три котла CH400 белорусского производства, мощностью каждой по 4 мегаватта. В данную зиму, сутки назад, когда были морозы в районе минус 17 градусов, котельная отработала успешно. Ну, конечно, она, не она только одна справилась, но плюс к ней было добавлено еще два ДКВРа, 6,5 на газу. То есть еще плюс 10 мегаватт мощности. Сегодня, когда погода весьма капризная, не дает расслабиться, никому работа не прекращается ни на минуту и в котельной. Если летом обычно функционирует один котел, то теперь подключили еще два, чтобы поддерживать максимальную температуру. Котельная была немного доработана, так как были небольшие трудности в эксплуатации. Котельная отработала успешно, но были, конечно, сбои, которые были своевременно устранены. Я думаю, ни один брещанин именно на моем районе Граевке и лейтенант Рябцев никто не заметил каких-то просадок по температуре в системе отопления, тем более в системе горячего водоснабжения. Работа в котельной не останавливается ни на секунду. Принцип котельной прост, как у большого самовара. Циркуляция горячей воды обеспечивает тепло. Весь процесс под контролем всего одного человека-диспетчера. Но не стоит забывать, чтобы процесс не останавливался, котлы нужно наполнять щепой с помощью погрузчика, а в зимний период наполняемость котлов возрастает в два, а то и в три раза. Зимой выхожу я на шесть часов утра на работу, чтобы не получилось у нас срыва подачи топлива на отопление, на подогрев воды. Летом выходим на восемь, зимой на шесть часов. Зимой идут шипы больше, лето меньше идет. Когда выезжаю, шипы идут, куда я закинул один котел, потом второй по очереди приходится в первый обратно подкидывать. То есть щепа очень быстро? Ну, там получается сразу же полный котел не накидаешь, потому что надо вообще потихоньку, чтобы не было остановки котла. В каждый потихоньку покидаешь, а потом потихоньку остальные докидываешь. Ежедневно отбираются пробы щепы на влажность, то есть влажность щепы плюс-минус 30-40%, как раз соответствует полной работе котлов, то есть на работу это никак не влияет. Загрузка происходит ежедневно с 6 утра до 8 утра и в течение дня постепенно подгружаются котлы. На ночь же котлы загружаются на полную нагрузку, чтобы хватило всю ночь. в плюс-минус уходит 400 кубов в сутки. Отличие колоссальное от лета, потому что летом только система горячего водоснабжения происходит, работает один котел на половину нагрузки. Это предостаточно, чтобы обеспечить население горячим водоснабжением. Брещане могут быть спокойны. В холодные поры года каждый дом был и будет обеспечен теплом. Праздник к нам приходит? Нет, праздники не заканчиваются. Второй по-настоящему народный гастрономический фестиваль ярмарка «Брестские забавы» во второй раз распахнул свои объятия для жителей и гостей города над Бугом. Среди участников творческие коллективы, общественные организации и порядка 80 предприятий торговли и общественного питания, которые представили посетителям не только свою вкусную продукцию, но и разнообразную развлекательную программу. О том, как Брест встретил уже традиционный вкусный зимний фестиваль, расскажет Василина Бускевич. Гастрономический фестиваль ярмарка «Брестские забавы» как всегда разнообразен на активности, товары и вкусные угощения. Встречает гостей праздника обширная концертная программа, в которой принимают участие исполнители и коллективы из Бреста, Минска и других регионов. Огоражение с удовольствием подпевают и танцуют под народные мотивы. Мы все знаем, что несколько лет назад в Бресте был фестиваль «Берестейские сани». И он настолько получился ярким, что перешел формат уже областного и теперь кочует по нашим городам области. Ну, а мы брещане в прошлом году дали старт берестейским забавам для того, чтобы поднять интерес и антураж к фестивалю, который проводился на Брестской земле. Поэтому, наверное, хотелось бы, чтобы в первую очередь это было интересным, где-то креативным. У нас хорошая праздничная программа. Вы видите, что сегодня и фудкорты, и конкурсы все различные, и есть даже заплывы моржей, которые вызывают неподдельный интерес. Ну, и вообще атмосфера и погода сегодня, немножко морозная снега, наверное, чего не хватало на Новый год, придают вот эту атмосферу праздника. На большой фестивальной площадке есть развлечения для всей семьи, новогодние игры и интерактивы, показательные выступления кинологической службы департамента охраны и метания валенок. Все, чтобы весело и активно провести время с друзьями и близкими. Массу впечатлений получили и те, кто стал участниками заплыва моржей. Более 20 отважных мужчин и женщин, невзирая на по-настоящему морозную зиму при температуре воды плюс 4 градуса, отважно спускались в ледяную пучину и сражались за победу на дистанции 25 метров. Среди участников экстремального заплыва как новички, так и опытные моржи, даже гости из Жавинки и Барановичей. Все любители зимнего экстрима бросили вызов возможностям своего организма и каждый из них, несмотря на результат, уже превозмог себя и проверил себя на стойкость. Я занимаюсь четвертый год, в этом году участвовал в Кубке Содорского Плазимина, в фауне, которая в Минске проходила. Я принимаю участие уже не в первый раз, а вообще мне нравится вода. И все равно лето это или зима я не готовлю. Какие ощущения после заплыва? Классные, если бы вы попробовали, вы бы это поняли. Я закаляюсь уже пять лет, моржу и закаляюсь, но я не мог не пропустить такое мероприятие, если я этим занимаюсь. Мне это нравится, от этого удовольствия получаю и здоровья. Порадовала гостей праздника вкусная еда и чудесная ярмарка. Буквально на каждом шагу посетители могли продегустировать блюда, будь то полевая кухня или узбекский плов, купить теплые носочки, украшения, приправы, игрушки и изделия обрезких ремесленников. Все обошел, посмотрела. Прикупились вы что-нибудь? Ну, присматриваюсь еще. Знаете, это вообще каждый год все лучше и лучше. Наше новогоднее состояние, вот эти вот ларьки, вот эта елка, Дед Мороз, Снегурочка, это вообще так красиво. Концерты, столько много концертов, это, я не знаю, это люди так постарались, так потрудились, так администрация города потрудилась над этим. Ну, я просто в восторге от всего этого. Не смогли пройти мимо праздника даже главные сказочные герои зимы, Дед Мороз и Снегурочка. Они с удовольствием поздравляли детишек со старым Новым годом и дарили вкусные угощения. Я сегодня решил отложить все свои дела, чтобы подарить данному городу Новый год. Праздник вообще прекрасный сегодня на самом деле. Это так хорошо, когда в город собирается, у нас новогодняя атмосфера. Василий Набускевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Итоги недели. Новый стиль летоисчислению подарил нам два празднования любимого Нового года. И хоть праздники в разное время, но эмоции и ожидания чудес остаются такими же. Мы поздравляем вас со старым Новым годом, с романтичным старым праздником зимы. Желаем щедрого здоровья, молодости, сказки и волшебных минут, красоты, трепетного горения новогодних свечей, приятных впечатлений и много положительных эмоций. Пусть в наступившем году будут мир, чистое небо, сбываются все светлые мечты, осуществляются планы, намечаются новые достижения. Радости вам в жизни, поддержки, доброты и понимания близких людей. Я, Анастасия Мелешкевич, говорю вам до встречи и как всегда желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова